Во всей нашей жизни, в любой нашей профессии мы руководствуемся вот этими двумя документами. Правила игры и когда это надо сделать. Человек подходит, он психолог. Вот я веду курсы психологии бизнеса. Я говорю, а каким бизнесом вы занимаетесь? Никаким. Выражаясь народным сленгом, психотерапевты исправляют косячки тех, кто не подготовил людей к экстремальной ситуации. То есть у нас в стране нет определения психики, нет определения предмета психологии до сих пор четкого, понятного, ясного, однозначного. Определение тех терминов, которыми я пользуюсь, начиная от термина психология, заканчивая предметом психологии, у нас в стране еще не определен. Значит, есть житейская психология, есть психология академическая, есть психология научная. Естественно, я всегда за то, чтобы разные направления развивались и не конкурировали друг с другом, а дополняли друг друга. Вот формула любви у юношей, а вот формула любви у девушек. И сразу становится понятным, почему столько много проблем с этой страшной любовью. Я вспоминаю свою студенческую жизнь. Себя как студента я бы, наверное, не пожелал вообще ни одному педагогу. Я же традиционно задаю вопрос. Первый – это почему психолог? Но дело в том, что с вами ситуация редкая и интересная, поскольку вы пришли в психологию из области точных наук. Назревает, конечно, вопрос. Как так сложилось? Это стечение обстоятельств, случайность или ваш полноценно осознанный выбор? Ну, я думаю, что здесь комплекс был, скажем так, ситуаций. Во-первых, это был конец 80-х, начало 90-х годов, когда СССР разваливалась. Скажем так, та профессия, в которой я достаточно успешно развивался, была закрыта. У нас в стране была система, достаточно хорошо поставленная обогащение полезных ископаемых. Такие же системы были в Финляндии, в Канаде и в ЮАР. Но после того, как это все развалилось, естественно, нужно было искать новое место, потому что закрывались вот эти города, которые были образованы вокруг горнообогатительных комбинатов, горнообогатительные комбинаты закрывались. И в силу того, что я сам, скажем так, из Подмосковья, уехал в Подмосковье и устроился работать в Звездный городок, в Центре подготовки космонавтов. А тот отдел, в котором я работал, он имел подчинение непосредственно Министерству геологии. Поэтому у нас один отдел прямо в Министерстве геологии располагался, другой в Звездном городке. И дело закончилось тем, что и Министерство геологии СССР закрылось. Долгое время оно не функционировало, потом его обозвали Министерством геоэкологии. Ну, короче, начался классический бардак в стране. И, собственно, скажем так, с одной стороны это повлияло, а с другой стороны в самом Звездном городке в это время очень популярны были, была проблема, связанная с выживанием. Был такой, он сам итальянец польского происхождения, Яцек Палкевич, который активно занимался проблемами выживания. Вот, и как раз он приезжал в Звездный городок, очень активно все это дело развивалось. Вот, с третьей стороны в самом Звездном городке были организованы, вот я там получил второе высшее образование, значит, курсы дополнительного образования. И там тоже у нас великолепный был курс по нештатным ситуациям на борту орбитальных станций для космонавтов. Вот, мы его изучали, вот великолепно был подан материал, вот. Ну, и третья, значит, или уже четвертая, пятая составляющая. Я в свое время увлекся спортом, единоборствами, восточными единоборствами, самбо, карате, кикбоксинг, рукопашный бой. Вот, и вот все это вместе, скажем так, вывело меня на решение всей этой проблематики. Вот я нашел в психологии, вот начал изучать более глубоко психологию. Вот, правда, сейчас, вот, на данный момент, да простят меня психологи, вот. И я понял, что ключевая позиция все-таки не в психологии, ключевая позиция в физиологии. Вот, поэтому, вот, если бы я тогда, вот, понял, что это физиология, я бы, наверное, ушел не в психологию, а в физиологию. Вот, но вот на то время, значит, я понял, что это психология, вот, и начал активно заниматься, значит, начиная от поиска древних трактатов на китайском, на японском языке, выучил эти языки, значит, тут были очень хорошие учителя, вот, нашел первоисточники, вот, долго ковырялся, копался. В итоге, значит, у меня получились обе диссертации по Востоку. Вот, вот, первая диссертация у меня педагогическая, по истории вот этих психотехнологий, по сути. А вторая диссертация докторская уже по психологии, потому что уже была попытка адаптировать вот эти восточные психотехнологии в современный спортивно-педагогический процесс. Вот, таким образом, скажем так, оказался в психологии. Любопытно, а почему для вас важно было закрепить ваши интересы в области Востока через науку? Ведь многие практикующие специалисты, они не тяготеют к науке, да? То есть, они как бы практикуют и практикуют, получают от этого удовольствие. На ваш взгляд, это анамнез первого образования так повлиял на то, чтобы кристаллизовать это в формате научного обоснования или вообще попытки дискурса привести это к какому-то знаменателю? Ну, как говорится, я бы не стал копать так глубоко. Вот, просто, ну, что называется, с одной стороны, так получилось. С другой стороны, опять ведь у каждого из нас, ну, не то же даже свои притязания, а свои интересы. Например, вот, меня изначально в восточных системах поразило что? Были методики, причем конкретная методика, назову это генерала Цзигуана, это 17-й, по-моему, 16-й век нашей эры, методика, которая просуществовала в китайской армии до 1912 года. И, по сути, все население Китая, ну, как у нас, призывали в армию, два года служит, возвращается домой, и, собственно, другой методики они не знали. Вот, и многие, кто вернулся на дембель, как у нас говорят, продолжали, как и у нас многие, кто из армии возвращаются, продолжают заниматься какими-то армейскими вещами, кто реконструкцией, кто там спортом, вот, кто еще чем-то. Также и там, и некоторые из них, вот, на основе этой методики создавали свои какие-то системы их рукопашных боев. Вот, имя самого генерала Цзигуана, оно так замалчивается, потому что оно было непопулярно в свое время, там произошла революция, вот. Но методика просуществовала 400 лет. 400 лет все мужское население Китая изучало эту методику, и, по сути, если мы опять очень так рационально, очень трезво, без эмоций, подойдем к истории китайских боевых искусств, мы увидим, что вот вся вот эта современная культура, связанная с фильмами экшен, с боевыми единоборствами Востока и так далее, она уходит своими корнями в эту методику генерала Цзигуана. Хотя, опять, эта версия очень непопулярна до сих пор в Китае, потому что им выгоднее преподносить, что некий крестьянин Луи Чжуньпунь, вот, после того, как весь день отработал в поле, выходил на грядки и начинал изобретать сами совершенный стиль рукопашного боя. Ну, мы сами понимаем, что это невозможно. То есть, самое совершенное может создать профессионал. Вот. Ну, и, в общем-то, вот, занимаясь, изучая именно первоисточники, вот, то есть, у меня акцент был сделан на первоисточнике, то есть, я нашел каналы, то есть, мне привозили и из японских монастырей, и из Китая присылали трактаты, сутры, вот, сидел, переводил, читал, общался с этими товарищами, и с японцами, и с китайцами, вот, и вот постепенно докопался до психотехнологии. Но так как, опять, она была методологическая основа, собственно, была, говоря современной, скумистическая, то мистика, естественно, меня, как современного, скажем так, человека, закончившего современный вуз и прошедшего современную систему высшего образования, мистика не устраивала. Просто интересно было докопаться до механизмов, а что действительно лежит в основе методики, которая позволяла за трое-десять суток готовить войска к боевым действиям. И, собственно, вот, в процессе вот этих научных поисков, экспериментов многолетних докопался. А любопытно, вот еще что. Что повлияло, что из того, что вы сделали, повлияло, собственно, на вас? Можно предположить, что вы наверняка столкнулись с лингвистикой, вы изучали языки, общались с носителями, изучали культуру, культурологический контекст здесь есть, но это определенный образ жизни. И он, в свою очередь, так или иначе влияет на сознание, мировоззрение, убеждение человека. Вот на вас как это все повлияло? Значит, смотрите, давайте мы... Я просто проиллюстрирую на более близком к нам примере. Возьмем христианство. У нас, в основном, вот страна христианская, да? Так вот. Значит, вот что такое христианство? Или с какими группами людей, которые считают себя христианами, да, вот мы и сталкиваемся. Есть, значит, откровенные сектанты. Ну, я начинаю с самого такого худшего варианта, да, вот агрессивные, в общем-то, достаточно, скажем так, как, мягко говоря, непонятные, да, кто-то там объявляет себя там вторым, там, третьей мессией, вокруг него, значит, огромное количество его почитателей, и вот, значит, секта прекрасно существует. Более, скажем так, нормальный уровень, да, это так называемое народное или обывательское такое христианство, да, то есть у каждого из нас дома там висит иконка, вот в автомобиле иконка, значит, и вот некая потусторонняя сила, к которой мы обращаемся для того, чтобы вот избавить себя от ненужных каких-то хлопот. Затем идет та самая классическая вот церковно-обрядовое христианство. То есть есть некий институт, да, церковный, с церквями, со своей иерархией, со своими священниками, которые там выполняют какие-то обряды, которые абсолютно непонятны уже народному обывательскому уровню, потому что есть специальный календарь, есть Новый Завет, чтение вот этих текстов Нового Завета по вот этому календарю, ежедневные определенные службы, вот это имеет под собой очень четкое научное обоснование, вот, но, скажем так, уже и многие священники, и уж тем более вот эти народные обывательские уровни, он как бы не задается вопросом, не задается вопросом, зачем это вообще нужно было когда-то делать. И, наконец, более высокое уровне христианство как система познания мира. Вот. И вот если мы вот эту иерархию из четырех ступеней наложим на любую религию, в том числе на восточные системы, там мы наблюдаем то же самое. То есть есть некая эмоциональная составляющая, вот, мы надели китайский костюм, японское кимоно, вот, представляем себя или воплощаемся в образ китайского, японского какого-нибудь героя, и вот скачем там в спортзале, значит, ура, вот. Есть спорт, где там свои правила, допустим, то же самое дзюдо, которое стало олимпийским видом спорта, ну да, там еще терминология японская осталась, но она настолько далеко, дзюдо уже настолько далеко ушло от какой-то восточной философии, да, что его уже никто не воспринимает, как восточная. То же самое с тэквондо сейчас происходит, вот. Тем не менее, значит, есть действительно более, ну скажем так, высокие уровни понимания всего этого, и допустим, если мы обратимся даже уже не к церковно-обрядовому, а к более высокому уровню, к системе познания мира, да, ведь в том же Китае огромное количество было так называемых тайных религиозных объединений, вот, там, правда, у них матерное название по-русски, назовем так, хуэйданы, вот, где, скажем так, практиковались эти вещи, там тоже был весь этот спектр от сектантов до системы познания мира, вот, и, собственно, их трактаты, их формы преподнесения вот этой информации, она имела, вот, некий сакральный смысл достижения, вот, того самого спасения, вот, поэтому восточное единоборство, естественно, тоже нужно рассматривать, вот, во всем этом спектре, и каждый человек, который приходит, будь то восточное единоборство, будь то религии какие-то, да, он попадает в одну из этих четырех экологических ниш, и, собственно, дальше уже нужно просто рассматривать конкретного человека, ну, почему именно он, вот, или почему именно ему понравилась вот эта экологическая ниша, ну, видимо, он себя максимально полно раскрывает как личность именно в этой нише, вот, на мой взгляд, так. Кем вы себя ощущаете сквозь годы ваших исканий, плодов вашей деятельности, педагогам, психологам, геофизикам или кем-то другим, кого я здесь не называю, да, может быть, у вас есть какая-то идентификационная история? Ну, вы знаете, честно говоря, вот, все зависит от тех ситуаций, которые предъявляются временем, вот, если, грубо говоря, утром мне позвонили и сказали, что, ну, я так, утрирую, утром, естественно, это еще в августе месяце планируется, да, занятие со студентами, естественно, я себя ощущаю как педагог, даже не ощущаю, я просто иду и преподаю, вот, когда я работаю со своими бакалаврами, магистрантами, аспирантами, докторантами, да, естественно, там мы переходим на уже научный лексикон, мы уже занимаемся наукой, да, когда мы планируем какой-то эксперимент, естественно, это уже научные исследования, когда нужно отработать, обработать данные, да, мы прибегаем к другим методам, вот, ну, практические занятия, скажем так, у меня сейчас заключается только лишь в проведении неких экспериментов, то есть, такую классическую практику, я уже говорил, да, я не психотерапевт, вот, хотя когда-то пробовал свои силы в этой области, но, честно скажу, мне это просто, ну, не глянулось, то есть, ну, не мое, вот, хотя, да, все получалось, все было прекрасно, результаты были иногда великолепные, до сих пор иногда там с людьми работаю и получаются хорошие результаты, но, ну, не мое, то есть, для меня более интересны это вот проведение каких-то экспериментов, создание каких-то новых систем, последнее время я очень активно занимаюсь исследованием антиципации у спортсменов, это предвосхищение действий противника, вот, ситуации, вот, буквально в начале этого года был издан, была издана психодиагностическая методика, вот, я с коллегой с моей издали в Лесгов-то, вот, тест, как ни странно, я думал, будет несколько этапов его корректировки, проверки, нет, сразу выстрелил тест, все прекрасно, я даже сам удивился, мы еще несколько раз там пересчитывали эти результаты, все получился прекрасный тест, прекрасная психодиагностическая методика именно для спортсменов, вот, сейчас продолжаю этим заниматься. Каково это работать со студентами, психологами, ну, будущими психологами, да, и как он для вас изменился, студент, сквозь годы вашей педагогической, и научной практики, да, потому что, ну, они же, они же не такие люди из области точных наук, с ними договориться порой сложнее, потому что много всего прочитано, информация не совсем кристаллизуется, и много абстракций, что скажете по этому поводу, что вам помогает? Ну, вы знаете, честно говоря, наверное, любой человек в любой профессии всегда бурчит, всегда чем-то недоволен, вот, естественно, и у нас, у педагогов бывает, там, соберемся, вот, эти студенты, паразиты, заразы, там, тра-ля-ля, вот, но на самом деле, вот, я вспоминаю свою студенческую жизнь, да, вот, себя как студента, я бы, наверное, не пожелал бы вообще ни одному педагогу, вот, поэтому студенты в целом такие же, вот, другое дело, что, когда мы говорим именно о психологии, да, то здесь мы должны опять, вот, как я с религией, да, точно так же с психологией нужно ее разложить по полочкам, значит, есть житейская психология, вот, есть психология академическая, есть психология научная, и, естественно, когда мы все, да, кто занимался психологией, мы все, естественно, познакомились с психологией через призму житейской психологии, да, вот, что-то нас заинтересовало, что-то нас зацепило, и мы решили стать психологами, поступили в высшее учебное заведение, но в высшем учебном заведении нам житейскую психологию уже не преподают, нам преподают академическую психологию, и вот, допустим, если мы берем бакалавра, да, в течение трех лет у него происходит слом его, прошлой модели миропредставлений, психологии, и вот он наконец стал академическим психологом. А тут наступает этап подготовки бакалаврской работы, и ему начинают давать научную психологию, у него начинается очередной слом, то есть за 4 года обучения в бакалавриате два раза происходит вот эта ломка сознания, ломка представления. И вот, честно говоря, мне, как экспериментатору, очень интересно наблюдать этот процесс, как у человека изменяется его мировоззрение, его подход к психологии, как он взрослеет, как он становится более зрелым, и всегда, естественно, очень большое удовольствие доставляет, когда видишь у человека действительно вот этот рост, когда он четко начинает видеть эту структуру психологии, понимать, вот это академическая психология, вот это научная психология, это практическая, здесь такие-то методы хороши, здесь так, здесь так себя нужно вести, вот, и когда человек начинает в этой матрице психологии вот так ориентироваться, естественно, за него только радуешься, вот, и только приветствуешься эти вещи. Вы работаете в Восточном Европейском институте психоанализа, и, соответственно, у меня назревает вопрос, имеет ли, или играет ли какую-то роль аналитически ориентированные методы, методики, практики, психологии, или психотерапии на вас, вот это все какое-то значение имеет, или просто так сложилось, что вы преподаете в этом вузе? Ну, опять, как говорится, как в том фильме было сказано, не мы выбираем армию, а армия выбирает нас, вот, значит, единственное, что я могу сказать вот про сам институт, институт, честно говоря, я был поражен, когда попал в этот институт, потому что до того, как в него попасть, много слышал о нем, не Лесного, вот, но когда вот в этот институт пришел работать, я был поражен, во-первых, самой политикой ректора, вот, по сути, скажем так, ну, если очень коротко сказать, да, вот, ректор не мешает никому работать, и, естественно, коллектив подобрался очень интересные, прекрасные специалисты, теперь, что касается психоанализа, я не психоаналитик, но я всегда сторонник следующего подхода, вот, допустим, нам нужно забить гвоздь, да, у нас есть ящик с инструментами, да, я могу взять хорошую отвертку и этой отверткой заколотить этот гвоздь, да, но для этого предназначен больше молоток, точно так же и в психологии, существует задача и существуют разные методы решения этой задачи, и вот психоанализ, как один из методов, он, естественно, очень хорош для решения определенных специфических задач, и, может быть, для, скажем так, для решения этих задач те же когнитивисты, те же экологические психологи, они не подходят со своими задачами, вот, естественно, я всегда за то, чтобы разные направления развивались и не конкурировали друг с другом, а дополняли друг друга, вот, и вот, с одной стороны, вот, у нас в ВУЗе наблюдается вот именно такая ситуация, а с другой стороны, если вы знаете историю вообще развития психоанализа у нас в стране, да, ведь в 20-е годы российский психоанализ или советский тогда психоанализ, да, ведь очень мощно развивался, были великолепные работы, были очень мощные подвижки в этом плане, но в 37-м году все это дело по известным причинам закрылось вместе со всей психологией, и, в общем-то, когда у нас психология опять в стране в 68-м году только лишь, как говорится, разрешили защищаться, получать ученые степени по психологии, да, ведь психоанализ так у нас и остался за бортом, и в данном случае здесь вот Михаил Михайлович Решетников, вот наш ректор, конечно, ну, просто, наверное, совершил, ну, как говорится, героический поступок, вот, он ввел этот психоанализ опять в российскую школу психологии, вот, вот это, естественно, мною очень приветствуется, и сама вот эта ситуация, когда мы можем в институте обращаться к разным методам, скажем так, не боясь за это быть каким-то образом наказанным, да, вот, это очень, на мой взгляд, благоприятная среда и для студентов, и для преподавателей, вот, и, на мой взгляд, это в настоящее время, наверное, единственный вуз в стране, который позволяет вот это делать. Существует такой блок, как математика, статистика, анализ данных, информационных технологий, и отдельно находится дисциплина психологии. Вот, если между вот этими двумя блоками точки соприкосновения, нужны ли они друг другу, для решения каких задач, если нужны, и можете ли вы привести какие-то примеры? Вопрос в действительности такого методологического уровня, вот, давайте я вот с чего начну. Вот, смотрите, у нас, когда психология в стране опять, скажем так, возникла, или воссоздана была, да, то ее воссоздали как гуманитарную дисциплину. Если мы посмотрим, ну, понятно, почему гуманитарную, потому что марксист-клеинская философия, и здесь легче было уйти от каких-то вот ненужных столкновений с властью. если мы посмотрим на психологию в Европе, это, естественно, научная дисциплина. Значит, с одной стороны, вот, события 1937 года повлияли на эту ситуацию. С другой стороны, если мы возьмем, допустим, работу Петра Кузьмича Анохина 1971 года, где он предлагает свою теорию функциональных систем, и рассматривает механизм переработки информации у человека или вообще у любого биологического существа, то у него там есть очень такая настоялька с точки зрения современного человека, такая немножко наивная глава, где он, скажем так, страстно рубит математику и говорит, невозможно математически моделировать биологические процессы, ну, соответственно, и психические какие-то процессы. Это был 1971 год. Значит, к середине 90-х годов мы уже достаточно плотненько подсели на персональные компьютеры, программное обеспечение уже достигло достаточно высокого уровня, и в 96-м году вышла прекрасная книга Вячеслава Анатольевича Дюка «Компьютерная психодиагностика», где он рассматривает как раз то, как мы можем моделировать очень многие, если не любые процессы психические, поведенческие, биологические, переработки информации и так далее. И вот Вячеслав Анатольевич в этой книге прекрасно рассматривает методы, при помощи которых мы можем это все моделировать. И в свое время, когда я писал первый в нашей стране учебник по информационным технологиям в физической культуре и спорте, как раз я там сделал такую классификацию информационных технологий как раз в плане математической статистики. Предложил следующее. Первый уровень низкий это информационные технологии обработки данных. Это по сути сравнительный анализ, инфляционный анализ, кросс-корреляция и ура. То есть тот уровень, на котором сидит сейчас практически вся наука в нашей стране. Более высокий уровень это информационные технологии поддержки принятия решения, где мы уже начинаем использовать многомерные методы. И вот на факультете психологии нашего Санкт-Петербургского университета наследов Андрей Дмитриевич вот эту тему очень активно развивает, очень красиво развивает, у него вышло огромное количество учебников, и он показывает уже на конкретных психологических примерах, как эти методы могут применяться. Ну и наконец более высокий уровень это информационные технологии экспертных систем, условно назовем искусственный интеллект, тот же Дюк Вячеслав Анатольевич продолжает сейчас в этом направлении работать, мы с ним лично очень хорошо знакомы, я у него очень часто консультируюсь по этим вопросам, и вот он уже предлагает уровень экспертных систем для решения очень многих задач в психологии, моделировании различных процессов, и занятия, которые я провожу со студентами, мы, например, рассматриваем тот же многомерный регрессионный анализ, я показываю на примере того, как мы можем создать, например, формулу любви, и вот мы с группой студентов, вот они приходят, мы, значит, в течение двух часов создаем формулу любви, значит, для данной группы, если у нас в группе достаточно много и девушек, и юношей, да, у нас получается две формулы любви, вот формула любви у юношей, а вот формула любви у девушек, и сразу становится понятным, почему столько много проблем с этой страшной любовью между юношами и девушками, вот, то есть эти методы действительности позволяют моделировать очень много, скажем так, процессов, которые раньше, да и до сих пор психологи продолжают обсуждать на вербальном уровне, а если вот так, а если вот так, а если вот так, ну, естественно, мы можем частную задачу решать очень долго, но при помощи методов мат-статистики мы можем сейчас уже решать общие задачи, и более того, многие из этих методов вообще могут выступать в качестве некого базиса психодиагностики, например, тот же кластерный анализ, я показываю, как его можно использовать как одну из форм психодиагностики, вот, и придумал тест, у меня публикация есть на эту тему, можно там посмотреть, значит, придумал тест, который позволяет по сути продиагностировать весь спектр ценностных ориентаций человека, то есть по сути выявить его модель мира, то есть как он этот мир видит, вот, и кластерный анализ прекрасно эту задачу решает, поэтому я думаю здесь вопрос времени и вопрос перевода психологии из гуманитарной в естественно научные дисциплины, естественно, чем более точно выполнена психодиагностика, тем, я надеюсь, более правильно будет проведена психокоррекция. В психологии большое внимание уделено теориям, моделям личности, вы очень много упоминаете, точнее, много используете и упоминаете системный подход. возможно ли вот узнать о принципе системной личности, если вы не сказали об этом ранее? ну, здесь опять проблема упирается в то, что психология у нас сейчас развивается как наука гуманитарная, а не естественно научная, поэтому лично я, по крайней мере, последние годы сталкиваюсь с такой проблемой, что я не могу решить задачу в психологии, потому что определение тех терминов, которыми я пользуюсь, начиная от термина психология, заканчивая предметом психологии, у нас в стране еще не определен, то есть, я не могу решить задачу, не могу ее формализовать до уровня, скажем так, той же компьютерной модели, математической модели, потому что мне еще никто не сказал, а что такое психика, то есть, у нас в стране нет определения психики, нет определения предмета психологии до сих пор четкого, понятного, ясного, однозначного, вот, поэтому в этом плане, естественно, процесс идет, вот, и я здесь просто хотел бы, ну, как бы обратить внимание вот коллег психологов на минимум, два источника, первый источник, который все психологи почему-то забывают, это классификация психологических наук ВАКа, это вот в интернете набираем, ВАК, Всероссийская тестационная комиссия, 19-00-00, и там идут паспорта вот этих специальностей, где описано, как у нас в стране классифицируется вообще наука психологии, вот, почему-то об этом забывают все, и когда даже к нам поступают в магистратуру психологи, у них там есть вопрос в билете классификация психологических наук, вот, они приводят любые классификации, какие вот только кто-то, ну, каждый психолог в силу своего разумения, и я тоже предлагаем какие-то свои классификации, вот, потому что нам так удобнее, вот, но ни один студент еще не вспомнил про то, что есть официально признанная у нас в стране классификация психологических наук, вот этот парадокс вот меня, конечно, тоже всегда удивляет. Второй источник, который я хотел бы, на котором заострить внимание, это в 2007 году на стране вышла переводная книга, в 2000 году она вышла в Штатах, автор Ноэль Смит «Современные психологические системы». Значит, оба источника имеют много, скажем так, положительного, оба источника имеют свои, конечно, и отрицательные какие-то качества, но, скажем так, очень хорошо друг друга дополняют. То есть, вот, наверное, при ответе на ваш вопрос я бы, с одной стороны, рекомендовал вот эти два источника, вот, ну, естественно, что касается лично меня, да, я уже сказал, что лично я тоже пытаюсь чего-то там вот проклассифицировать, и в 2018 году у меня, значит, в ученых записках университета Лесговта, можно на сайте найти, значит, выходила статья о переопределении информации, психики, психологии, предмете психологии. Вот. В общем-то, я ее написал не для того, чтобы спровоцировать там психологов на какие-то драчки, я ее выпустил, наверное, больше лично для себя, то есть, вот я для себя придумал некую модель, некие определения, дал эти определения, их опубликовал, некий мой личный этап понимания психологии, вот, поэтому, если кто-то из психологов ознакомится с этой работой, значит, прошу меня сильно ногами не пинать, в общем-то, это такая дискуссионная, информация, потому что там в действительности есть много нюансов, о которых можно подискутировать, поспорить, может быть, даже отказаться от них, но некое опять системное представление вот этой проблемы я попытался вот как бы смоделировать, создать. Немного в сторону информационных технологий в сторону психологии экстремальных ситуаций. Ну, насколько мне известно, вы вопросом этим занимались, опробовали некоторые методики, опробовали, измерили на пилотаж на группах с космонавтами, и вот интересно, что эта психология экстремальных ситуаций изучает, для кого она предназначена помимо летчиков и космонавтов, какой приколтной эффект имеет, из чего состоит, только вот антиципация, которую вы упомянули, или это совокупность каких-то иных элементов? Ну, тут давайте тоже попытаюсь очень так коротко, тезисно ответить, потому что в свое время курс экстремальной психологии я читал в одном из наших питерских университетов, многочасовой курс был с восьмичасовым практическим занятием с выездом, вот, здесь под Питером у нас такое место красивое, каньон реки Лавы, вот мы туда выезжали, нам друзья-туристы готовили, значит, разные приключения, вот, и занятие заключалось в том, что студенты разбивались по парам, друг друга тестировали еще дома, что называется, на зимних квартирах, перед экстремальной ситуацией, вот, в процессе экстремальной ситуации, зависая там над этим каньоном на веревках, значит, вот, перебираясь по канатам, вот, после, и вот они там отстраивали график, изменения вот этих вот состояний, то есть, достаточно такой был курс широкий, поэтому сейчас я, естественно, попытаюсь в двух предложениях весь этот курс рассказать, ну, прежде всего, психология экстремальных ситуаций занимается выживанием, то есть, как выжить, вот, в этих самых экстремальных ситуациях, психологии, естественно, у нас в стране, даже если мы посмотрим федеральные государственные образовательные стандарты по психологии, название этой дисциплины менялось, оно вначале называлось психологией экстремальных ситуаций, потом она стала называться психологией экстремальных состояний, потом она начала называться просто экстремальная психология, То есть, вот мы уже понимаем, что экстремальная ситуация – это внешняя среда, экстремальное состояние – это психофизиология, по сути, а экстремальная психология вроде как это все дело объединяет. Вот, и здесь, естественно, ну, наверное, хотелось бы мне указать на книгу, где, на мой взгляд, удалось вот это красиво сочетать, причем я назову научно-популярную книгу, но, на мой взгляд, там очень красиво это все разрешалось. Это, значит, книга Бенджамина Шервуда или Бена Шервуда «Клуб выживших». Вот я даже тут приготовил показать. Вот, в свое время она у нас выходила на русском языке. Сам Бен Шервуд, в общем-то, достаточно интересная личность. Вот, и он придумал достаточно интересный тест, который позволял определить, спрогнозировать поведение человека в экстремальной ситуации. Он предложил 5 стратегий выживания и 12 тактик поведения. Вот, и вот у него был достаточно интересный тест психодиагностический, который позволял выявить, какую одну из стратегий, одной из стратегий из пяти придерживается человек, и три тактики из 12. Вот, я у него проходил эту психодиагностику, достаточно интересные для меня получились результаты. Вот, скажем так, некоторые вещи я даже не ожидал, что оно именно так, но потом при долгих размышлениях и медитациях я понял, что да, скорее всего, именно так. Поэтому, вот, наверное, если кто-то вот в психологии экстремальных ситуаций заинтересуется, наверное, лучше начинать вот с этой книги. Еще раз, начинать, она научно-популярная, вот, а потом уже переходить к более каким-то сложным, скажем так, публикациям. Вот, у меня выходило несколько монографий по экстремальной психологии, тоже в интернете можно найти, вот, и лично я, лично я, значит, столкнулся, вот, опять со следующей проблематикой. Во-первых, когда мы рассматриваем экстремальную ситуацию, мы должны, с психологической точки зрения, мы должны разложить время на до экстремальной ситуации, во время экстремальной ситуации и после экстремальной ситуации. Вот, значит, в основном, когда мы говорим о психотерапии, то это мы захватываем кусочек времени после экстремальной ситуации. То есть, выражаясь народным сленгом, психотерапевты исправляют косички тех, кто не подготовил людей к экстремальной ситуации. Вот, я занимаюсь методами подготовки человека к экстремальной ситуации, то есть, моя область деятельности до экстремальной ситуации. Почему я говорю, я не психотерапевт, мы вот по времени не совпадаем, то есть, я готовлю человека к экстремальной, ну, занимаюсь методами подготовки человека к экстремальной ситуации, вот, и если я накосячил, то как раз психотерапевт будет мои косички вот и выправлять, вот, но пока случаях не было. Вот, и теперь, в общем-то, кроме времени, да, мы должны выявить саму ситуацию по некой степени опасности, да, то есть, а что значит экстремальная, вот, и теперь мы опять должны вернуться к состоянию человека, вот, которое является ответом или реакцией на ситуацию, которую человек воспринял как экстремальную. Но один человек может ее воспринять как ситуацию, или может воспринять ее как экстремальную, и другой как неэкстремальную. И, естественно, здесь мы должны обратиться к определениям экстремальной ситуации, что это такое. Вот, я когда курс по экстремальным ситуациям ввел, естественно, я собрал несколько определений, и со студентами на последних занятиях мы пытались переопределить, то есть, опять, дать другое определение экстремальной ситуации, более конкретное, более четкое. И вот, если позволите, я сейчас зачитаю просто несколько определений, они короткие, значит, которые были созданы. Значит, в 32-м году Кеннон определил экстремальную ситуацию как стимул, запускающий реакцию борьба или пекция. Красивое определение, но оно, скажем так, не раскрывает сущности явления, хотя абсолютно правильное. Второе определение, которое всегда считают первым, это Ганс Селье, 1956 год, что это не специфический ответ организма на любое предъявление ему требования, состоящие в адаптации к возникшей трудности, какая бы она ни была. Затем, значит, наш отечественный адаптолог в 85-м году, Мирзон, значит, дал очень вообще краткое, красивое определение, что экстремальная ситуация вообще или состояние – это звено адаптации. Прекрасно, но опять здесь, как вот в каждом коротком определении, нужно долго теперь объяснять, что такое адаптация, какие у него звенья и где именно звено вот этой адаптации. Наследов Андрей Дмитриевич, про которого я уже упоминал, вот в связи с математической статистикой для психологов, он дал такое определение, что это мера отклонения итоговой конфигурации объектов от исходных оценок различия. Прекрасное определение, но теперь, значит, психолог должен знать математическую статистику, чтобы вообще понимать, что такое итоговая конфигурация объектов, вот, и какие у него были исходные оценки, и чем они отличаются от этой самой исходной конфигурации. А вот со студентами, когда мы работали, там у нас получились два, на мой взгляд, ну, красивых определения. Значит, первое определение звучит так, что это адаптация организма к любой новой информации, воспринимаемой человеком через призму понятия смерть и реализуемая по единой защитной программе с целью экономии энергии и времени на выживание. Вот, вот, после того, как они у меня практические занятия проходят, они сразу понимают, что, да, хочется жить и надо выжить любую цену. Вот, и это самое главное. Вот, и, наконец, последнее определение, которое уже упирается в последние физиологические данные по тому, как человек перерабатывает информацию, оно звучит уж совсем не по-психологически. Это состояние поиска адекватных реакций борьбы или бегства в ответ на информацию, распознанную нашим механизмом переработки информации, менее чем за 12-13 миллисекунд. То есть, уже мы уходим в область физиологии, вот, поэтому, вот, в зависимости от того, как мы подойдем к определению опять экстремальной ситуации, такие мы будем подбирать методы решения этой задачи и, естественно, подготовки к экстремальным ситуациям и, естественно, психокоррекции после экстремальных ситуаций. То есть, тот же психолог, психотерапевт, зная, что такое экстремальная ситуация и понимая, что именно было нарушено в психике и что привело к каким-то патологиям, да, вот он сможет более корректно отстраивать свою работу с клиентом-пациентом. Ну, так как сейчас подошло больше наше интервью к практическим аспектам, я бы хотела задать вопрос по курсу повышения квалификации, развития интуиции и прогностических способностей, которые будут у вас 23 ноября. Четко предупреждаете об ответственности перед тем, как дать информацию об этом курсе. Вот хотела узнать, нигде с таким не сталкивалась, почему вы это делаете, на что направлен курс, и как к практическому психологу он может быть мне полезен, потому что там, конечно, ну, для меня много вопросов по этому курсу. Так, ясненько, я ваш вопрос разобью на две части. Значит, первый вопрос, почему предупреждаю, а второй, чем полезен. Вот, почему предупреждаю? Дело в том, что когда я еще не был психологом, вот, и активно проводил различные психо-коррекционные, психотерапевтические там занятия, практики индивидуальные, групповые, это вообще было модно, в конце 80-х, начале 90-х, вот, там, Джуна Давиташвили в Москве там руками махала, там, Чумак, значит, там, Кашпировский, вот, и вот, там, огромное количество людей, которые, вот, чего-то там массово воздействовали на мозг живых людей, вот. Естественно, как-то я в эту тусовку вписался, вот, очень активно, значит, занимался всей этой полупсихологией, полумистикой, полу-не пойми чем, вот. Вот, и через какое-то время в моих объявлениях появилась фраза «Приглашаются на курсе тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ» в скобочках «Только для лиц с высшим образованием». Через какое-то время у меня появилось объявление «Приглашаются на курс» в скобочках «Только для лиц с высшим физическим и медицинским образованием». Вот, потому что я увидел, что люди с образованием не медицинским и не физическим, они неадекватно воспринимают эту информацию, они уходят постоянно в мистику, вот, про уровни мистицизма я уже рассказал на примере христианства, вот. И, естественно, мне совсем не хотелось, чтобы, значит, становиться ни вторым, ни третьим мессией, значит, чтобы меня потом распяли, то есть это не входило в мои планы, вот. И, собственно, до сих пор у меня остался вот этот негативный опыт, и для того, чтобы изначально человека предупредить, что либо мы занимаемся наукой, либо вы сюда не приходите, занимаетесь мистикой где-нибудь в других сектах. То есть у нас не сект, у нас именно научный подход, именно, естественно, вопросов очень много, естественно, не все разрешено, но изначально методология должна быть научная, и изначально должен быть поиск научных механизмов, физиологических механизмов, то есть как действительно это происходит, как действительно люди получают информацию из будущего. То есть факт имеет место быть. Мы получаем эту информацию из будущего. У разного по своим каналам. Кто-то чувствует проприоцептивно, кто-то это видит в сновидениях, кто-то еще как-то, кто-то слышит голоса, они ему говорят, кто-то видит эти картины будущего. То есть модальности разные, но факт есть факт, оно есть. Поэтому можно, конечно, поставить на всех этих людях прессы, отправить их к психиатру, чтобы он их успокоил и сказал, что этого нет, и нас убедил, и дал установку, этого нет. Но это есть. Поэтому наша задача, собственно, разобраться в этих процессах с научной точки зрения. Поэтому я изначально и делаю такую оговорочку, чтобы люди, которые ждут от этих курсов неких мистических откровений, их не ждали, и на эти курсы, в общем-то, не приходили, потому что кроме разочарования и ненужных, скажем так, ну, может быть так, внутриличностного конфликта этого человека, он не получит ничего. А лично мне его переубеждать и с ним бодаться, ну, это бессмысленно, потому что, еще раз возвращаясь к градации христианства, если он пришел из секты, а мы занимаемся другим уровнем, это разные уровни мировосприятия, разные модели мира. Зачем человеку ломать его модель, когда он с этой моделью уже адаптировался к этой жизни, и он выживает в этом мире за счет этой модели. Мы ему, конечно, можем эту модель сломать, но он на некоторое время будет дезадаптирован, и, скажем так, результат может быть самым плачевным. Я не преследую такой цепи. Ну и чем полезен? Ну, чем полезен? Я рассказываю там о практических методах, в частности, о психотехнологии Пульсар, которая лежит в основе методологии этого понимания, как мы эту информацию получаем из будущего. И предлагаю компьютерную программу «Солнечный круг», которая, скажем так, в очень простой форме психотелесных упражнений предлагает человеку каждый день адаптироваться к текущему состоянию окружающей среды, для того, чтобы эту энергию пренаправить. Раньше она у нас уходила на адаптацию, а теперь мы ее искусственно высвобождаем, и она у нас уходит как раз на развитие наших профессионально значимых качеств, на усиление иммунной системы, на наши какие-то дополнительные, ну, скажем так, ресурсы и возможности, которые мы хотим реализовать в этой жизни, или хотим себя реализовать в этой жизни через наши способности. И вот эта энергия теперь перенаправляется в нужное русло. Вот этим полезно. Интуиция, ну, естественно, это, скажем так, абсолютно нормальный процесс. Более того, есть мнение, что интуиция или как ее часть антиципация, это вообще качество, присущее любой биологической жизни. Более того, есть даже такое определение, что антиципация – это и есть жизнь, это и есть биологическая жизнь. Вот, поэтому это абсолютно естественная форма нашего биологического существования. Другое дело, научимся мы управлять этой интуицией, антиципацией, или не научимся. Мы возьмем ее как инструментарий, или будем дальше, в этих годах борьбы с ведьмами, значит, бояться и убегать от этой своей способности. Вот, в общем-то, в двух словах, если так, очень научно популярно. Спасибо большое. Я поняла, что вот из последнего предложения, описания к этому тренингу, что нужно выполнять ежедневно какие-то определенные практики, которые помогают в состоянии этого тренинга. То есть, скорее всего, эти практики тоже освоены на восточную культуру. Значит, вопрос очень музыкальный, конечно. Значит, смотрите, прежде всего, это сама вот эта программа «Солнечный круг». Ее даже на компьютер устанавливать не надо, ее можно на флешке записать, она запускается с любого носителя. Вот, представляется мыслеобраз и выполняется движение. Вот, и там мыслеобразы в виде геральдических символов. И все. Значит, что касается Востока. На самом деле, вот эта психотехнология, которую я так обозвал пульсар, там, ну, есть определенные формы, которые похожи на пульсирующие. Ну, вот как у нас сердце бьется, да, его можно тоже назвать пульсаром. Вот. Также и, назовем так, в работе с нашей психикой, там есть этап, который похож на пульсар, и вот этот этап является ключевым, в общем-то, вот в этой внутренней работе нашей. И дело в том, что я придумал здесь только лишь название пульсар. Вот. Придумал то, что неплохо было бы эти мыслеобразы показывать в форме геральдических символов, привычных для европейского сознания. Но сама психотехнология существует несколько тысяч лет. Вот. И именно эта психотехнология лежит в основе всех классических религий. Иудаизма, христианства, восточных многих школ, вот, иект, а именно вот школ, там, где существует свой календарь, своя система вот рядовых служб по вот этому календарю. Вот. И буквально в этом году, по-моему, я вместе с Александром Федоровичем Полищуком, это бортинженер, в 93-м году летал, значит, на станции «Мирпул», там работал, вот мы там проводили эксперимент как раз. И вот в этом году, наконец, сложилась вся та информация, которую мы получили в том эксперименте, та информация, которую я получал более в поздних экспериментах. И мы с ним опять вот в этом в Лесговтовском ВАКовском журнале ученые записи университета Лесговца опубликовали вот в третьем номере за этот год статью «Магниторецепторы в психической деятельности человека и коррекция негативных состояний средствами психотелесных упражнений». Вот так это звучит по-научному. На самом деле там как раз рассмотрена вся методология, то есть что лежит в основе этой психотехнологии, и, собственно, в конце в статье как раз и приводится ссылочка на эту программу. Вот. Но если я курс назову не «Интуиция и развитие фронтических способностей», а «Магниторецепторы», да, никто ничего не поймет. Вот. И вот если просто интересно, можно в интернете набрать эти ученые записки университета Лесговца, найти за этот год третий номер, найти вот эту статью, посмотреть. Там я постарался с научной точки зрения объяснить опять вот эти механизмы, что, собственно, в этой психотехнологии происходит, по какому механизму вот эти все изменения происходят, и почему эта психотехнология настолько важна. Ну и, соответственно, я там, конечно, в статье это не написал, там в одном предложении, очень так скромненько-аккуратненько, почему эта психотехнология, собственно, уже существует несколько тысяч лет, и почему на основе этой психотехнологии базируется тоже христианство, классические мощные восточные какие-то религии, системы. Скажите, а вот все-таки что первично? Физиология или эмоция? Так, ну здесь вопрос о курице и о яйце. Ну, дело в том, что этот вопрос многим задаю. Ну, давайте рассмотрим. Значит, если система уже существует, то она должна реагировать на какую-то информацию. Появилась информация и система реагирует. Что здесь первично было? Система реагирует с чем в итоге? Эмоции, да, может реагировать эмоции, да. Вот. Но давайте мы все-таки на ваш вопрос мы его как раз на этих курсах рассматриваем. Вот давайте представим человека, да, ну или любое биологическое существо более высокого уровня вот из следующих блоков. Значит, первый блок это сенсорная система. Да, то есть то, чем мы воспринимаем информацию из окружающего мира. Затем идет блок переработки информации. То есть мы ее восприняли, отправили в компьютер, переработали. Дальше эта информация поступает в эффекторы. У нас у людей, у собачек, у кошечек, значит, у нас два вида эффектов. Это мышцы и железы. Мнемотехнический прием для запоминания М и ЖО. Мышцы железы. Значит, мышцы, понятно, они выполняют функцию борьбы или бегства, вот, а железы и выполняют просто самую функцию, про которую вы сейчас сказали. Они атакуют нашу нервную систему для того, чтобы сообщить собственно наше отношение к этой ситуации. Соответственно, мы получаем, ну, грубо говоря, либо эмоцию радости, либо эмоцию страха. Если мы все сделали правильно, идет подкрепление в форме удовольствия. Вот. Если нас социум за это опять отпинал ногами и сказал, не, ребята, это вам хорошо было, а социуму плохо, вот, идет плохая эмоция, мы начинаем подстраиваться к социуму. Теперь социум говорит, нам хорошо, но мы чувствуем, что нам плохо. Вот. И вот, собственно, на, в процессе вот этой регуляции, в процессе этой обратной связи, вот, мы, собственно, и добиваемся или достигаем некого оптимального поведения. Ну, и здесь уже, раз уж мы вопросы обратной связи затронули, да, вот как раз эффекторы мышцы и железы, да, это у нас обратная связь. Они у нас по обратной связи работают. антиципация это прямая связь, то есть, мы изначально планируем, что мы должны сделать, к чему мы должны стремиться, вот, и дальше вот вся эта система, собственно, и начинает работать в определенной ситуации. Мы планируем, как мы себя видим в будущем в этой определенной ситуации, как нам себя вести. мы воспринимаем нужную нам информацию вот про эту ситуацию, дальше мы действуем, дальше гормональный фон идет по обратной связи, корректирует наше отношение к этому, корректирует наше поведение, и постепенно вот система приходит в некое, или не приходит, в некое оптимальное состояние. Вы работали в центре полетов, то есть, готовили, принимали участие в наблюдении за подготовкой людей, которые летят в космос, и, соответственно, назревает такая фантазия, что наверняка ваше решение или ваши выводы о тех или иных потенциальных космонавтах, или реальных космонавтах, которые собираются лететь, влияли на то, что они в какой-то момент не полетели. Вот. Проверяю свою фантазию в вопросе, приходилось вам говорить людям что-то такое, что влияло на их судьбу, и они не полетели. И с какими психологическими трудностями вам приходилось сталкиваться в работе с этими людьми? Здесь, смотрите, когда я работал в центре подготовки космонавтам, я к психологии еще не имел никакого отношения. То есть, я там работал в отделе дистанционного геологического зондирования Земли, вот, и, собственно, читал курс инструментально-визуальные наблюдения Земли и планет из космоса в интересах там геологии, геофизики, географии там и прочее. Вот. Поэтому вот именно те задачи, которые вы сейчас перечислили, я не решал, это было вне вообще моих компетенций, этим занимался у нас другой отдел, вот, соответственно. Вот. Но еще раз повторю, как раз на базе центра подготовки космонавтов вот я получал второе высшее образование, в это время там бурлила и кипела вот жизнь в плане выживания, мы, естественно, вот лично я контактировал очень тесно с коллегами психологами, естественно, мы обменивались информацией и вот в то время я получил, пожалуй, одну из важных для себя, ну, как бы научных матриц для психологии. Значит, психологи очень часто забывают, ну, я бы сказал, такую важную основополагающую вещь, что когда мы говорим о неком человеке, да, мы всегда должны смотреть, первое, вот есть человек, есть среда его обитания, пусть работа его, да, деятельность и так далее. И когда к нам обращается клиент с психотерапевтическими какими-то запросами, да, вот, психолог тут же начинает, вот, как правило, работать именно с психологической точки зрения, вот, меня в Звездном научили следующему, первое, на что мы должны обращать внимание, это физическая подготовленность или физическое соответствие этого человека, этой ситуации, он физически вообще в принципе может шевелить ручками и ножками вот в этой ситуации или нет, вот, если он не может это делать, о чем, какая психология, ребята, о чем вообще речь, он физически не может, поэтому, естественно, первый уровень это наши физические кондиции, второй уровень это образование и подготовленность, человека ознакомили с протоколом, по которому он должен действовать в этой ситуации или нет, вот, очень часто как бывает, ко мне там молодой человек подходит, он психолог, вот я веду курсы, значит, психология там бизнеса, я говорю, а каким бизнесом вы занимаетесь? Никаким, я говорю, а чему вы вообще учите? Ну, вот там у человека психологические проблемы, вот, я говорю, ну, понял, стакан не наполовину полон, а наполовину пуст, да, прекрасная формула, чудесно, вот, то есть, вот эти два момента, физическая подготовленность и образование, и его подготовленность профессиональная, они есть или их нет? Вот, если они есть, и если вот здесь человек столкнулся с какой-то проблемой, вот теперь мы переходим только к психологической его готовности, вот, и дальше, если мы говорим об экстремальной ситуации, например, да, есть такой английский термин resilient people, устойчивые люди, насколько они устойчивы к экстремальным ситуациям, и мы, собственно, должны смотреть на эту устойчивость, вот, потому что есть люди неустойчивые к каким-то видам экстремальных ситуаций, да, вот, и нужно выявить вот этот диапазон, где он устойчивый, где он неустойчивый, и, собственно, если это надо, вот эту неустойчивость усилить, либо его выбраковать из этого дела, вот, либо ему доверить какую-то другую, скажем так, работу, которая будет усиливать, мы же все в коллективе работаем, да, то есть найти ему более надлежащую его роль в этом коллективе, вот, и, вот, вот этот момент, он, наверное, оказался наиболее важным для всей моей дальнейшей деятельности, и после того, как я попал уже в спорт, вот, там еще одна модель пришла очень красивая в плане, вот, физической готовности образования, психологической, да, пришла еще одна вещь, грубо говоря, юридическая составляющая, мы все постоянно забываем очень простую опять модельку, вот, смотрите, ну, многие из нас занимались спортом, да, и когда мы занимались спортом, два нормативных документа были для нас главенствующими, первый документ это правила игры, второй документ календарь соревнований, то есть, что мы должны делать и когда мы должны это сделать, вот, во всей нашей жизни, в любой нашей профессии мы руководствуемся вот этими двумя документами, правила игры и когда это надо сделать, к какому числу, все, вот, то же самое, не только психологи, вообще все об этом забывают, и вот, стоит вот это все исправить, и никакой психолог уже, собственно, не нужен, вы учите правила игры и сделаете эту работу к нужному времени, все, зачем вам психолог? Прекрасно, сразу вспоминаются все случаи обращения клиентов или пациентов, когда у меня прокрастинация или что-то такое, да? Да, да. Прям, куча примеров. А скажите, пожалуйста, от каких иллюзий лично вы избавились, придя в психологию? Вы знаете, честно говоря, вот, иллюзий никаких никогда и не было, вот, единственное, с чем пришлось столкнуться, это с ситуацией, то есть, ну, я уже в определенной степени эти ситуации расписал, да, то есть, когда я, например, пришел в психологию, я не знал некоторые вещи, которые, скажем так, с которыми пришлось столкнуться на практике, ну, например, у нас в стране психология, наука, гуманитарная, вот, у нас в стране не существует нормативных документов по психологическим службам, то есть, грубо говоря, психологические вузы готовят психологов для того, чтобы они шли в вузы и готовили психологов, вот, ну, и, наконец, только лишь в 15 октября 68-го года, да, у нас вышло постановление Совета Министра СССР о включении психологии в перечни отраслей науки, по которым присуждаются ученые степени, то есть, психология у нас оказалась очень юной наукой, которая еще, как наука, собственно, еще не сложилась, вот, и вот, вот эти вот моменты, они ведут, соответственно, уже к тем проблемам, которые я рассмотрел, да, проблема определения, лексикона, вот, отсутствие нормативных документов государственных, то есть, и, собственно, такая вот гуляй-поле и свободная анархия, вот, каждый психолог волен делать в настоящее время все, что ему не заблагорассудится, поэтому, естественно, когда мы коллеги-психологи встречаемся, очень часто возникают вот эти конфликты на почве того, что мы все разговариваем с каждой со своей кочки вот в этом болоте и радостно, значит, вот друг друга, значит, что-то там, вот, обвиняем. А, как вам кажется, вот такая история с разным тезауросом, с нежеланием проговорить главные дефиниции, это намеренная история, это почему-то так выгодно, или это просто наш недочет, который обнаружился уже, как бы, на, как говорят, на закуску, к финалу, всего того, что уже не сложилось в чем-то другом. Здесь, смотрите, Александр, тут, скажем так, можно всегда, конечно, найти крайних, да, вот, в любой проблеме, вот, но, на мой взгляд, это исключительно нормальные эволюционные процессы, ведь, если мы посмотрим на историю развития современной науки, да, ну, по сути, ну, лет 600, да, началась эпоха Ренессанса, эпоха Ренессанса, значит, вектор исследования с Бога перенаправлен на человека, и, по сути, вот только-только-только сейчас мы начинаем применять математическое моделирование, вот, я говорю, Дюк в 96-м году издал, ну, четверть века всего прошло, когда это появилось, да, теперь это нужно, чтобы те же психологи научились этим пользоваться, да, но вот современное поколение уже этим пользоваться умеет, да, теперь нужно, чтобы прошло какое-то еще там одно-два поколения, чтобы это вошло в норму, и при помощи вот этих методов моделирования мы наконец пришли к каким-то единым дефинициям, создали какую-то единую систему психологии, вот, то есть, ну, это дело времени, постепенно это сложится, тут сейчас, наверное, идет гонка между психологами, кто быстрее, кто первее создаст эту систему, вот, которую назовут потом, наверное, его именем, и так далее, ну, это уже такие моменты, связанные чисто с научными вещами, вот, я думаю, это эволюционные процессы, и лет через 400 проблемы решится. Когда мы говорим об экстремальных ситуациях, в том числе, ибо о всяких ситуациях, связанных с боевыми действиями, я видел людей в Украине в 2014-2015 году, которые на первых волнах всех событий шли волонтерами, или люди, которые имеют психологическое образование, ехали в зону боевых действий, и постоянно, хронически, я бы сказал, стали проходить какие-то одно, там, максимум трехдневные тренинги, где их там обучают чему-то, да, там, оказывать первую медицинскую помощь, и психологическую в том числе, в каком-то там ракурсе, да, я увидел большое количество людей выгоревших, то есть люди с таким сопустошенным взглядом, с кругами под глазами, которые вот на уровне выживания, что-то постоянно им нужно делать и помочь другим, при этом забывая о себе, и я почему об этом говорю, случалось ли вам самому выгорать, работая в каких-то моделируемых, или природных, или техногенных экстремальных ситуациях? Здесь, смотрите, тут изначально вот вопрос касается чего, вопрос, конечно, правильный и грамотный, да, но опять, вот, когда я на свои курсы, да, приглашаю, вот, Марина правильно отметила, да, я предупреждаю, что, ребята, то-то, то-то. если я на свои курсы приглашу, что называется, всех желающих, да, неподготовленных, у них произойдет и происходит, попадают у меня вот на эти курсы слушатели, вот, неподготовленные, с ними происходит как раз вот то, что вы сейчас описали. Почему? Потому что они не готовы к новой информации, они пришли подтвердить ту модель мира, которая у них уже сложилась, и тут они сталкиваются с другой моделью мира, и для них оказывается это, это разница, даже не разница, а то, что они вообще в принципе увидели другую модель мира, для них это казалось разрушающим каким-то фактором, вот, но опять это временное, то есть пройдет какое-то время, человек либо вернется к своей предыдущей модели мира, либо ее откорректирует, либо примет другую, это вопросы времени, вот, поэтому в данном случае естественно у меня были моменты, когда, что называется, я брал тайм-аут для того, чтобы просто файлы памяти заняли свои места, вот, и дальше приступал к задаче, вот, просто меня уже научили это делать умышленно, то есть как только какая-то возникает неразрешимая в данный момент ситуация, вот, берем тайм-аут, утро вечера мудренее, вот, там придумаем, решим, подождать надо немножко, вот, поэтому в данном случае, мне кажется, просто здесь были некорректно организованы вопросы вот, с приемом, с волонтерством, с профотбором, вот здесь нужно искать ошибочки какие-то. кому бы вы не рекомендовали становиться психологом или психотерапевтом? Вы знаете, честно говоря, опять, это вопросы профотбора, профдиагностики, вот, и, наверное, любой психически здоровый человек спокойно может заниматься этой деятельностью, и здесь вопрос только ли, что нравится, не нравится. Ну, как на моем примере, вот мне, ну, не нравится мне заниматься психотерапией, психокоррекцией, вот, то есть, я понял, что это не мое. То есть, мне нравится больше готовить людей до того, как ему потребуется психокорректор, психотерапевт. Вы помните самый сложный разговор для вас с человеком, которому вы помогли психологически? Честно говоря, такой ситуации вот, ни разу не было, и единственное, значит, что я могу как бы сказать, это то, что при работе с, ну, опять у меня были индивидуальные, групповые занятия, да, были положительные результаты, естественно, было восхищение вот, разного эмоционального уровня, вот, было, естественно, непонимание, неприятие, была агрессия, вот, ну, еще раз повторю, что, ну, в частности, в Санкт-Петербурге психологов много, школ много, вот, и здесь не психолог ищет клиента, а клиент ищет психолога, поэтому просто-напросто в этих ситуациях перенаправлял клиента к другому психологу или рекомендовал ему заняться другими, скажем так, какими-то психотехниками, вот и все, то есть каких-то серьезных, сложных проблем не было. Что бы вам еще хотелось сделать в профессии? Ну, КПД атомной электростанции около двух процентов, вот, если мне хотя бы как атомная электростанция придет, удастся отработать, вот, я буду очень рад. Хорошо. Если что-то такое, о чем я вас не спросил, но вам кажется важным, или не только я, но и коллеги, да, ну, есть ли что-то такое, что вам бы еще хотелось произнести вслух в формате этой записи? Ну, здесь опять то, чем вот я занимаюсь, да, и то, что вот лично я, ну, как говорится, меня интересует то, чем вот в психологии именно, да, вот мне нравится, да, это, естественно, психодиагностика. У нас ведь в стране нет школы психодиагностики, ее как в 37-м году разрушили, так она до сих пор не воссоздана, вот, есть отдельные психологи, которые пытаются создавать методики, вот, у меня тоже есть несколько моих методик, там, там, три или четыре, вот, и последнее, вот это пять видов антиципацию спортсменов создали тест, и, я, естественно, знаком, как другие психологи создавали свои методики, в частности, тот же КТЛ, 16-факторный опросник, шикарный тест, очень научно созданный, но время идет, и, естественно, требуются новые методики, но у нас в стране нету и школ, вот, естественно, мне хотелось бы, чтобы, вот, школа психодиагностики у нас в стране развивалась, и, в частности, ну, со своей стороны, что могу, то делаю, с другой стороны, естественно, вот эти вот вопросы, которые уже сегодня задавались по математическому моделированию, там, по каким-то методам коррекции, да, вот, у меня создана вот эта вот программа «Солнечный круг» на базе психотехнологии, которую я назвал «Пульсар», тоже ее бы рекомендовал, скажем так, просто исключительно для профилактики, точно так же, как мы утром просыпаемся и умываем свое тело, точно так же, по крайней мере, каждое утро мы должны умывать свою психику, то есть приводить ее в порядок, вот, и, собственно, программа была сделана именно с этой целью, и вот я бы просто лишний раз, пользуясь случаем, вот ее бы вот так порекомендовал бы, немножко порекламировал бы ее, вот, ну, а дальше в действительности очень много в психологии разных интересных направлений, естественно, стараюсь их не пропускать, пробую свои силы в них, вот, и дальше уже следую ситуации. Спасибо большое, мне было точно очень интересно встретиться, поговорить с вами, и я еще хочу сказать спасибо Андрею за такую эпизодическую настойчивость, с которой он говорил, ну что, когда, когда, я говорю, я не могу выехать, я не могу выехать, ну, то есть у меня есть запланирован интервью с Решетниковым, но есть вещи такие, ну, незаконченный разговор в какой-то момент, поэтому я очень благодарен вам, что этот разговор состоялся, и Андрею в том числе, вот, всем участникам, ну, вы можете что-то сказать напоследок, Игорь Анатольевич, поблагодарить его, или не поблагодарить, а провоцирую вас на все-таки на благодарность, вот, спасибо. конечно, спасибо вам огромное за то, что пригласили, вот, поговорили по всем этим вопросам, потому что лично я опять расцениваю нашу беседу как экзамен, некий итог вот какой-то моей деятельности к сегодняшнему дню, а чем я действительно занимаюсь вообще-то, вот, наконец, нашлись люди, которые с меня это спросили, вот, что ты тут вообще делаешь, чем ты занимаешься, каких результатов ты вообще достиг, вот, и вот пришлось немножко, да, вспомнить, вот, что я вообще натворил за это время. Вот, всем успехов, всем здоровья, особенно в условиях нашей пандемии, вот, мира, конечно, между нашими странами, вот, и пожелания работать дальше. Вам спасибо большое, было интересно послушать. Очень плодотворно, и на многие вопросы ответили для себя, ну, я, по крайней мере, так что, спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...